Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет годный порт на андроид, это Skyrim. Сейчас более подробно все расскажу и покажу. Также разработчик сказал, что игра не оптимизирована, поэтому требуется мощное устройство. И по поводу этого проекта есть две новости. Одна хорошая, одна плохая. Сперва зайдем в настройки, поставим графику максимальную, но увы, все стоит уже максимально. Нажимаем продолжить и погнали разбираться, что у нас имеется в этом порте Skyrim. Также давайте начнем сразу с плохой новости, это то, что проект заброшен, к сожалению, потому что проект очень крутой, зайдет тем, кто любит Skyrim и хочет поиграть в эту игрушку на андроиде. Также хорошая новость, это то, что скачать ее можно прямо сейчас по ссылочке в описании и поиграть на свое удовольствие. Также, ребята, без записи экрана, FPS у меня стабильный, все 60. И сейчас, как только я включил запись экрана, как видите, FPS снизился. Ладно, сейчас я подберу различные мячи и буду дальше играть. Так, наводим сюда, нажимаем подобрать, давайте все подберем, короче, так, подобрать, 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 и так, что не подбирается. Вот, отлично, так, подобрать. И также хочу сказать, что как бы сам оригинальный Skyrim делался на другом движке, а этот порт был сделан на движке Unity. И поэтому разработчику было очень сложно это все делать, и даже он сам это все описал. Так, есть такой вот сундучок, его можно открыть и посмотреть, что там, и даже туда типа что-то положить. Я не знаю, сейчас посмотрим. Так, не открыл. Так, тоже не открыл. Так, нажимаем на правую сторону вашего экрана и нажимаем на эту кнопочку. И как бы ищем тот момент, чтобы открыть замок. Вот, смог. Так, и что здесь есть? Так, забираем, забираем, забираем. Да, вот нажимаем Е, нажимаем Е, все, теперь можно возвратиться назад. И этот сундук тоже можно открыть, но этого делать я не буду. Теперь нажимаем на эту кнопочку и давайте возьмем себе в руки какой-нибудь крутой меч. Нажимаем на оружие и давайте смотреть, что мы с вами подобрали. Ох ты, нифига себе. Так, что еще? Не, неинтересно. Так, еще, еще. Во, золотой хочу. Если что, его выберем. Если не найду что-то еще. Так, я даже не знаю, что выбрать, но все же остановлюсь на этом выборе. Не знаю, он очень крутой. Нажимаем на кнопочку Е, все, я его взял. И теперь он у меня в руке, как бы, да? Все, да. Есть также вид от третьего лица. Выглядит это вот так вот. Так, могу, конечно же, бить. Могу я прыгать, могу защищаться, могу убирать меч. Бегать просто без меча, либо же его достать и бегать мечом. Так, доставай меч. И будем играть с вами от первой лица. Вот защита. Так, здесь должна быть какая-то дверь, где мы с вами будем сейчас в подземелье, короче, сражаться. Я смотрел геймплей разработчика, и там он все показывал. Вот она, вроде бы. Так, нажимаем Е, открываем дверь. Там есть еще другие карты, поэтому, короче, вам предстоит многое, что исследовать. Так. Я не понял, что такое. Подождите, пацаны, не бейте меня. Я могу с ними сейчас сражаться. Также в игре русская озвучка, полностью русская озвучка, когда вы начинаете вести беседу с этими странными персонажами. Смотрите, вот нажимаем Е и начинаем с ними беседу. Так, нажимай. Блин, а что ты бегаешь туда-сюда? Вы все равно, ребята, не услышите, но знаете, что имеется русская озвучка. Теперь быстро расскажу по поводу проекта кое-что. Разработчик выложил видео на свой канал 8 месяцев назад, что типа разработал такой вот проект Skyrim мобильная версия. И за все это время игру посмотрело около, короче, 200 человек, всего лишь, представьте, 200 просмотров, е-мое, и 10 подписчиков. Я к чему это говорю? Ну, типа, смотрите, разработчик трудился, делал эту игру, а в итоге получил 200 просмотров и 10 подписчиков. И, конечно же, нету никакой мотивации, поэтому забросил проект. И не только поэтому он забросил проект, потому что в одиночку он сказал, что очень трудно делать такой вот просто глобальный проект Skyrim на Android. Потому что все-таки движок как бы Unity, да, а игра делалась совсем на другом движке, и поэтому это очень сложно. Но все же я заметил, благодаря разработчику Outlast, он мне написал под роликом, типа, вот, КВМ я нашел единственный порт Skyrim на Android. Если что, можно снять, типа, обзор. Я, конечно же, посмотрел, вот сам поиграл, удивился, конечно же, все так круто сделано. И вот решил вам показать. Если зайдет, то поддержите, ребята, разработчика по ссылочке в описании. Ну, е-мое, 200 просмотров, 10 подписчиков за такой труд. Я думаю, что это неправильно. Так, я что-то не могу, ребята, замок скрыть почему-то. Сейчас попробуем нормальненько, так, аккуратно, аккуратно. Ну-ка, 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 пожалуйста, давай, давай, скрывайся. Давай, давай, еще чуть-чуть. Да, смог, ребята, открыть эту дверь, и что, мы с вами здесь. Так, я хочу подраться. Подраться хочу. Так, немножечко такое, знаете, управление неудобное, но полностью привыкнуть можно. Так, здесь у нас еще одна дверь. Нифига себе, сколько этих дверей. Так, налево или направо? Точно, налево. Потому что направо уже никак. Так, а теперь, куда нам надо идти? Я не знаю. Блин, а серьезно, куда нам теперь надо идти? А, вот. Итак, как вы уже поняли, это не полноценный порт. Это, типа, знаете, демо-версия, и которая сделана очень круто. Ну, короче, любителям Skyrim'а эта игра должна зайти по-любому, поэтому оцените по ссылочке в описании. Игра весит 700 мегабайта. ПК-файл через Google Drive. Скачайте, играйте, установите. Но напомню мои слова в начале ролика, что игра не оптимизирована. Требуется мощное устройство. И даже с записью экрана игра выдает все 60 фпс. Все-таки оптимизация присутствует. Как ни крути, да? Так, мы с вами оказались здесь, и я хотел вообще посражаться с этими монстрами, но, увы, с ними надо было общаться. Я могу и не общаться, а просто сразу их бить и драться. Здесь, кстати, есть какой-то золотой босс. Не знаю, смогу ли я его сейчас найти или нет, но я постараюсь это сделать сейчас в данном обзоре. Сам разработчик записывал ролика в 20 минут. Но я, конечно же, не буду записывать ролика в 20 минут, потому что это такой, знаете, быстренький обзор. Такого вот со Скайрима на Android. Блин, капец! Все-таки демо-версия, а столько путей. Туда иди, сюда приди. Это и следует, блин, круто. Звуковые эффекты, русская озвучка. Это все-все-все в этой версии. Так, давайте поиграем от третьего лица. О, отлично! Бегаем, бегаем. Только куда нам бежать? Я не знаю. Туда, сюда. Здесь, походу... А, во, есть проход. Капец, здесь столько подземелья, столько проходов. И это, походу, еще не закан... Ой, ё-моё, пройду я... А, все, ребят, все, мы приехали. Вот и все. Это тупик. А куда теперь? Я не знаю. Видите, нам идти назад далеко. Где, откуда мы с вами начинали, да? Так, вот, видите, я бью. Давайте поменяем оружие. Мы уже долго играем с этим оружием. Так, выберем себе, себе, себе. Я не знаю, что. Давайте тот, который я хотел, да? Золотой. Вот он, вот он, вот он, да. Нажимаем Е и все. Он у меня в руке. Вот, смотрите. Это защита. Это я убрал меч. Это кнопочка, чтобы опять достать меч. Так, теперь нужно найти другой проход, куда нужно идти. Возможно, я встречу этого, как его, скажите мне, ну, этого золотого босса, с кем я буду сейчас сражаться. Но я пока что, к сожалению, его не вижу. Вот, 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 вот какой-то проход. Так, только не говорите, что я отсюда пришел, а? Я реально запутался. Вот серьезно. Откуда пришел? Куда идти? Прям серьезно запутался. Сейчас мы с вами еще чуть поиграем, побегаем, что-нибудь поищем интересное. Допустим, этого золотого босса, да, с кем я буду сражаться. И если ничего не найду, то, ребят, сори, если что, можете сами это все посмотреть на своем телефоне. Тем более, если телефон у вас такой, знаете, слабенький, и вы думаете, что игра не потянет, то скачайте, попробуйте поставить и низкие настройки графики, и попробовать еще раз. Возможно, у вас все будет идеально, так же, как и у меня на высоких настройках. Так, блин, я здесь был или не был? Вроде я здесь был, и я, получается, иду назад. Ну, хорошо. Пусть, пусть, пусть все так и будет, ведь я сейчас встречу этих персонажей и буду с ними сражаться. По сути, их не надо бить, можно просто как бы вести общение, да, с русской озвучкой. Так, а интересно, открывается эта дверь? Да, смотрите, открывается эта дверь, можно зайти, вот, посмотреть это все. Все прекрасно взаимодействует с нами. На нафиг, опять завалилось все. Да, мы здесь уже были, я иду к тем персонажам, с которыми надо общаться. Но я, конечно же, общаться не буду, а буду их бить. Мы посмотрим с вами на драку. Так, идем сюда. Офигеть, сколько здесь проходов, а? Так, 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 давай сюда поворачиваем, погнали. Все, я нашел их. Смотрите, типа появляется кнопочка Е, чтобы общаться, но я просто их бью. И все, теперь он враг, я буду с ним сражаться. Конечно, увы, не прямо уж и такие крутые эффекты, да, попадания по противнику. Но все же, спасибо и на этом, что есть хотя бы убирание ХП у противника. Сейчас мы его полностью убьем. Вот он все, он валяется, я убил. Капельки крови у нас, получается, на экране. Также Рэгдалл анимация присутствует у противника. Как видите, я по нему хожу, и он как бы двигается. Это очень круто. Ну что, давайте подведем, ребята, итог нашего обзора этого мобильного Skyrim. Ссылочка в описании. 700 мегабайта, ПК-файл, Google Drive. Игра не оптимизирована, да, требует мощного устройства. Разработчик забросил проект. Скачать можно. Что еще? Ссылочка на разработчика в описании. И, конечно же, комментарии тоже будут открыты. Пишите, давайте, ну, вообще, свои мнения пишите. Посмотрим, что вы думаете по поводу этого проекта Skyrim на Android. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.